О главных новостях уходящей пятницы прямо сейчас в программе День с толком. С вами Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Обские корабли готовы встретить пассажиров. Уже завтра Барнаульский речной порт выпускает первые рейсы в этом сезоне. Добраться не получится. Перевозчик, обслуживающий единственный маршрут до села Черемное, готов отказаться от него, если его никто не услышит. Больше 40 тысяч людей сегодня вышли на улицы, чтобы привести краевую столицу в порядок. Готов ли город к наступлению лета? Четвертый класс пожароопасности действует в крае с сегодняшнего дня. С 28 апреля по 2 мая включительно на территории региона ожидается жаркая и сухая погода. При этом будет ветрено, предостерегают спасатели. Именно в такую погоду увеличивается число пожаров. В природной среде даже небольшая неосторожность с огнем за считанные секунды может превратиться в большой пожар с тяжелыми последствиями. Во избежание чрезвычайных происшествий сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей края не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не выбрасывать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять играть с огнем детям. В случае пожара звонить 101 или 112. И к другим темам. Сразу двух велосипедистов сбили в крае. Первое происшествие случилось в Новоалтайске накануне вечером. Около 18.20 на улице Строительной мужчина на автомобиле «Лада» сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причем ребенок соблюдал все правила и вел велосипед рядом. Мальчик получил травмы. Еще одно происшествие произошло сегодня в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Звездной. 48-летний водитель КамАЗа, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, сбил мужчину на велосипеде. 42-летнего велосипедиста с травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи. Завтра Барнаульский речной порт открывает новый сезон пассажирской навигации. А 10 дней назад по АБИ запустили грузовые перевозки. Насколько востребован сегодня Обский тракт узнавала Анастасия Дороган. Освешить сиденья и перила и на воду. Уже завтра Барнаульский речной порт выпускает первые пассажирские рейсы. Мы заменили линолеум, поменяли двигатели. И сегодня этот теплоход у нас будет обслуживать линию Барнаула-Расказиха, Барнаул-Бобровка, Бобровол-Калиновка. В последние годы за сезон речной порт перевозит 60 тысяч пассажиров. До пандемии было больше, а в советское время под 150 тысяч за лето. Прибыли в речных пассажироперевозках давно нет, но их субсидируют и от этого вида транспорта не отказываются. Цена билета, пожалуй, самая доступная для населения. Власти ежегодно дают предприятию 12 миллионов рублей на ремонт. Дороже всего обходится замена ржавеющих корпусов. Про обновление технопарка говорить не приходится, даже в рамках федеральной программы. Там залоги надо, а у нас залогов практически нет. И суммы нам, чтобы корабль построить, больше 100 миллионов надо. А заложить нечего. Такие корабли, вот такие, ну сколько там, 10 миллионов может быть. А за 100 миллионов какой корабль стоит? А за 100 миллионов? Ну корабль, корабль, нормальный корабль с каютами, эти прогулочные. Запустить прогулочный корабль с каютами в Барнауле мечтают давно. Это бы позволило отплывать дальше ржаве Хибобровки и приносило бы доход. Но до таких судов бюджет компании не дотягивает, признаются круг. Пока делает ставку на водные экскурсии и верит в лучшее. Вы знаете, люди стремятся к воде, в леса. Правильно? А на воде отдых самый лучший. Позитивно настроенный в сфере грузоперевозок на воде. К 2015 году эта отрасль почти прекратила свое существование в крае. А сейчас стремительно возрождается. Одна парша заменяет 50 тонаров. Можно только предполагать, сколько-то спасенных километров дорог. Сейчас функционирует 14 барж. В следующем году планируют запустить 17. Тонна, перевезенная по воде, обходится почти в 4 раза дешевле, чем на машине. Плюс разгружаются федеральные дороги, например, Чуйский тракт и внутрирегиональные. В советское время по Аби перевозили за сезон под миллионы тонн грузов. В 2021 году было 600 тысяч тонн, в 2022 уже 1 200 000 тонн, в 2023 должно быть еще больше. Законтрактован у нас уже объем миллион 130 тонн, планируем перевезти миллион 300. Больше всего перевозят щебень и песок. В крае функционируют три площадки разгрузки в Барнауле, Усть-Пристани и Камни-Наоби. А пять направлений связывают Барнаул, Шульгинку, Усть-Пристань, Камин-Наоби, Малетина. В этом году должен появиться рейс Барнаул-Томск. Из ограничивающих факторов лишь уровень воды. «Минимальные уровни, которые нам необходимы, это метр семьдесят по всему фарватеру. При вот именно такой глубине у нас будет возможность идти при полной загрузке. А это и, понимаете, экономика, это и объемы, это и дополнительные возможности. Сейчас на реке уровни метр сорок. То есть это не дает возможность нам идти в полную загрузку». С начала сезона в крае перевезли уже 18 барж. В перспективе, кроме песка и щебня, по реке должны перевозить лес. Этот вид транспорта настолько востребован, что в генплане Барнаула до 2040 года рассматривают строительство новых объектов речной инфраструктуры. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Добираться до пригородного села Черемное, в котором проживает более 4 тысяч человек, возможно, скоро станет проблематичнее. Перевозчик, обслуживающий маршрут, готов отказаться от него. По его мнению, для этого есть несколько причин. Разбиты дороги и, как следствие, быстрый износ транспорта, а также низкий тариф. Хотя для населения стоимость проезда и сегодня бьет по карману. В ситуации разбиралась Юлия Щепина. Особенно сложно в межсезонье, жалуются жители Черемного. Проблемой обеспокоены и перевозчики. Они говорят, автобусы разваливаются на ходу. Проблема стоит очень острая, потому что износ идет у автобусов колоссальный. То есть это автошины, это подвеска, это все несущие конструкции транспортного средства. Автобус должен ехать прямо, но там лужа метров 200 длиной и глубиной полметра. Нам приходится отклоняться от маршрута, ехать вдоль линии, называется, дорога. Перевозчик вынужден отклоняться от маршрута, за что рискует получить штраф. Население села – более 4000 человек. Ездят из соседней Солоновки, а в летний период добавляются дачники. И вот так вот, если не погода, автобусы до нас, я повторяю, что они не доходят просто, они разворачиваются. Это километра три, наверное, да, Галина Александровна? Пять. Пять. Вот, получается, с сумками, все мы с ребятишками. Этот автобус 149-й открывали для садоводов. Мы все абсолютно, три садоводства, мы все абсолютно из Барнаула. Мы куда только не обращались. Значит, Барнаул, значит, нас отправляет в Павловск. Павловск говорит, вы не мои, мои только земли, вот, а дорога эта не моя. Единственная альтернатива – поезд. Однако ходит он не каждый день. Автобус же каждый час. Ежедневно выполняет 12 рейсов. Стоимость проезда – 120 рублей до Барнаула и 30 по селу. Маршрут, утверждают перевозчики, совершенно нерентабелен. И встал вопрос – отказаться от маршрута или поднять стоимость проезда до 200 рублей. Однако сами признают, для людей цена уже сегодня неподъемная. Ну, вообще желательно, чтобы автобусы ходили. Но цена нереальная – это 200 рублей. Тем более для деревни. Вы представляете, пенсионерка, которая получает 8 тысяч пенсии. Двумя годами ранее маршрут считался муниципальным. Субсидировался мэрией Барнаула. Теперь же на балансе Минтранса. Мы писали и в Минтрансе, писали и в местные органы самоуправления. Но вот именно здесь, если взять вот эту дорогу, председатель Черемного помогает нам в каком плане? Если когда время распутится, он выделяет нам трактора, которые стоят и дежурят. Которое финансирование выделяется на данные участки дороги, его недостаточно. Мы делаем, ямочные работы делаем, где щебирование, щебенки подсыпаем, производим гридирование, также профилирование дороги. Черемное – рабочий поселок, сахарные и семенной заводы, другие предприятия. Соответственно, много большегрузов, говорит глава сельсовета. Усугубляет проблему болотистая местность. Переговоры с главой администрации Павловского района ведут. Сейчас договора заключаем, сейчас забутируем. Дальше будет грейдер, сколько будет, дальше какие будут финансирования выделяться, будем все вкладывать, стараться на маршрут. Школьный и автобусный маршрут – это главные перспективы и приоритеты на село Черемное. Органы местного самоуправления пытаются дороге, по которой идет маршрут, присвоить кадастровый номер. В этом случае она перейдет на баланс городской дорожно-транспортной службы. Статус дороги повысится и финансирование, надеются местные власти, увеличится. Вопрос лишь в том, как скоро пойдут им навстречу. Если решение вопроса затянут, ходить, возможно, до Барнаула и обратно, придется уже пешком. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Детям войны, проживающим в Алтайском крае, накануне Дня Победы, утвердили ежегодную выплату в размере 2000 рублей. Такое решение парламентарии региона приняли на апрельской сессии. Сейчас в крае живет 80 тысяч детей войны. Для 17 тысяч из них эта поддержка будет единственной. Других льгот они не имеют. В целом, эта категория населения имеет право на первоочередное медицинское обслуживание. Обследоваться и лечиться они могут в госпитале для участников и инвалидов войны. А также на выплату в размере 100 тысяч рублей для получения природного газа. Выплату накануне Дня Победы в крае уже делали. В 2017 году денежную поддержку оказывали тем детям войны, кто не имел других льгот. А в 2020 всем в честь юбилея Победы. Теперь же выплата станет ежегодной. При этом в России все еще нет единого понимания, кого причислять к категории «дети войны». Мы выходили не один раз о том, чтобы это все-таки было узаконено на федеральном уровне. Но мы не получили ответа и поэтому принимали свой закон. Я хочу сказать, что такие законы действуют в 43 только регионах из 89. И наш регион пошел на это. И сейчас мы свои льготы сами уже предоставляем данной категории. Добавим, что для получения выплат не нужно заявлений. Все данные возьмут из системы Министерства социальной защиты на основе года рождения. Начисления произведут автоматически. Получат их уже к этому празднованию Дня Победы. Они спасают жизни 24 на 7. Сегодня в России отмечают День сотрудников скорой медицинской помощи. В ковидные времена бригады выезжали больше 25 раз в сутки. В конце прошлого года и в начале этого врачи, фельдшеры и водители разных подстанций края жаловались на нехватку кадров и низкую зарплату. Но, несмотря на проблемы, многие годами остаются в профессии. Не было никогда желания бросить витину? Было. Давно? Сегодня утром после смены. Каждая смена так почти. Потому что нагрузка была очень сильно выросла. Сегодня 15 вызов у нас было. Сложные? Ну, была одна смерть в присутствии. Ну, а так аритмии в основном были. То есть кардиологические профилы у нас аритмии. А когда вы чувствуете удовлетворенность в своей работе? Бывает такое? Ну, бывает. Когда помог. Ну, когда... Даже, знаете, это не объяснить. Это просто внутреннее какое-то спокойствие. Светлана врачом на скорой работает уже 27 лет. Сегодня в числе награжденных на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника. Помимо нее, почетные грамоты, благодарности и нагрудные знаки получили еще 58 человек. Сейчас в Барнауле более 1200 сотрудников скорой помощи. Среди них 120 врачей, 300 фельдшеров и медсестер, 300 водителей. Но кадров по-прежнему не хватает. Да и молодежь, которая приходит, не всегда остается в профессии. Даже зарплата, которую все-таки подняли в январе, не всегда является решающим фактором. Молодые специалисты, ну, наверное, не выдерживают, так сказать, такой нагрузки колоссальной психологической и физической. Раньше, конечно, задерживались надолго. И когда приходишь, ну, наверное, в принципе, в любую сферу медицины, стационар, поликлиника или скорая помощь, куда приходишь, если это твое, если это твое призвание, то ты здесь останешься и будешь работать до конца своих, так сказать, профессиональной деятельности. Больше 40 тысяч человек сегодня приняли участие в общегородском субботнике. Горожане расчистили скверы, парки, улицы, навели порядок у памятников и мемориалов. Наша съемочная группа оценила масштаб работы и результат преображений в городе. Зеленый сквер на площади Октября. Сегодня его тщательно расчищают жители краевой столицы. Школьники, студенты, общественники, сотрудники бюджетных организаций собирают в мусорные пакеты, прошлогоднюю листву, ветки и мусор. Город нуждается в уборке и санитарной очистке. Чем больше людей примут участие в этих мероприятиях, тем чище будет и уютнее, и комфортнее жить всем жителям. Администрация города ежегодно участвует в субботниках. Все-все-все в разных районах города. Мы пытаемся наводить порядок, стараемся. И призываем жителей уважать наш труд и не мусорить. Глава Октябрьского района Юрий Асеев отметил, что субботники проходили в течение всего апреля. За это время только с улиц Октябрьского района вывезли свыше 90 машин с мусором. Фокус внимания в эту пятницу сместился на общественные территории. В частности, зеленый сквер, который в этом году попал в перечень объектов для благоустройства. За него сейчас активно голосуют жители. Данный сквер уже набрал порядка 2000 голосов. Уже есть за этот сквер проголосовали. Голосование будет продолжаться до 31 мая. Поэтому я призываю всех жителей неравнодушных к данному скверу проголосовать и поддержать, чтобы он набрал все-таки достаточное количество голосов, был замечен. И данная территория была приведена в соответствующее состояние. Придавали лоск не только зеленому скверу, но и всему городу. Добровольцы ликвидировали незаконные свалки, наводили чистоту в парках. Так 15 мест общего пользования сегодня кардинально преобразились. Я думаю, что порядка 40 тысяч барнаульцев принимают сегодня участие. Ну, 40 тысяч, я бы сказал, принимают активное участие в субботнике. На многих точках, это более 60 точек, где сегодня работают барнаульцы. Всегда барнаульцы, горожане гордились тем, что наш город чистенький, опрятный, зеленый. Добровольцы активно работали в Центральном парке, Березовой рощи, а также в зеленых зонах на проспектах Красноармейский, Космонавтов, в улицах Аванесова, Молодежной, Попова и многих других. Уже в эти выходные, которые обещают быть теплыми, гулять по городу станет куда приятнее. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Новорожденный тигренок из барнаульского зоопарка через несколько месяцев сменит место жительства, отправится в зоопарк Мариуполя. Напомним, маленькие хищники от Багира и Шерхана появились на свет 13 дней назад на Пасху и уже сегодня позируют перед телекамерами. О них и у других новорожденных зоопарках, где сегодня настоящий бэби-бум, наш следующий сюжет. «Здесь две девочки и один мальчик. Покричи сюда, покричи скорее сюда». Маленький, но уже с характером. Тигрят от красавицы Багира и мужественного Шерхана появились на свет в Пасху. Сегодня им почти две недели. Мама тигрица разрешила полюбоваться и погладить своих детенышей. «Вот она, смотрите, какое спокойствие у тигрицы. Она даже не смотрит сюда. Она знает, что с ней ничего не произойдет. Вот смотри, видите, он поглядывает, все спокойно. Все тихо, мильно, да, тихо, мильно все скажет. Никто никого не обижает, да. Никто никого не обижает. Все хорошо». В Пасху родилось три тигренка. За всех троих Багира отчиталась своему другу, директору зоопарка Сергею Писареву. «Мне сказали, Багира родила. И я подошел, и она, значит, так посмотрела на меня и вынесла, и котят положила рядом с домиком. Положила, показала на меня, посмотрела и снова-снова их убрала. Отчиталась, что вот я, мол, какая замечательная мать». Как только малыши подрастут, смогут самостоятельно кушать, не будут нуждаться в материнском молоке, их передадут другие добрые руки. Распределят по зоопаркам страны. Уже сегодня поступает много заявок. Сергей Писарев сейчас размышляет, кому отдать котят. С одним из трех уже определился. «Есть одна особенная заявка. Это зоопарк города Мариуполь, который, к сожалению, во время специальной военной операции очень сильно пострадал. Погибли животные. И директор зоопарка очень, так будем говорить, болезненно все это переживал. Но, слава богу, сейчас все восстанавливается. Мы неоднократно уже и финансовую помощь отправляли, в том числе и Барнаульский зоопарк. И, конечно же, хочется, чтобы тигр обязательно был в Мариупольском зоопарке». Кстати, в апреле в зоопарке случился настоящий бэби-бум. Родились не только тигрята, но и львята. Два мальчика и одна девочка. Но мама львица очень осторожна к гостям. Смотреть разрешает, но на расстоянии. Совсем скоро львята также обретут новый дом. «Мы очень рады, что зоопарк выполняет свою главную миссию – это восполнение видового многообразия животного мира на планете. Поэтому, сохраняя и давая возможность размножаться, мы выполняем эту миссию». В прошлом году в зоопарке родилось 60 малышей, совершенно разных животных. В этом, кто знает, может быть, будет даже больше. Чего стоят многочисленные козлята, которые родились в марте и уже радуют посетителей своей милотой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все новости уходящего дня. Завтра смотрите итоговый выпуск недели с Еленой Макаренко. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». Всем солнечных майских выходных и до встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.